«Отдай нам свою комнату, ты ведь все равно в ней не живешь, а мы третьего ждем», – заявила жена брата. «У меня есть своя комната в трехкомнатной квартире матери и отца. В ней лежат мои вещи, но женщина, которая даже не является мне кровной родственницей, требует, чтобы я освободила личную комнату для ее детей». Почему, когда взрослые люди принимают решение родить третьего ребенка, они не думают заранее, в каких условиях будет жить многодетная семья. Дал Бог зайку даст и лужайку. Вот пусть тогда брат с женой сами разбираются в своих желаниях и последствиях. И уж точно не за мой счет. Я замужем, и живем мы с супругом в арендованной квартире. На свою пока что копим, по нашим подсчетам через год уже насобираем на ипотечную двушку. Пока так, а как иначе в наше время. Хоть вместе мы и лет, но детей пока не родили. Со здоровьем все в порядке, особенно с головой. Нам не хочется заводить детей в чужой квартире. Мало ли чего в будущем ожидать. Брат распорядился своей жизнью иначе. Он встречался с будущей женой, пока не узнал, что она в положении. Своей квартиры у него нет, сам жил в родительском доме. Однако, чтобы было все по-правильному, Миша женился на Алисе, той самой невестке, которая сейчас качает права в квартире моих родителей. У Алисы никакой недвижимости тоже нет, поэтому молодая семья начала совместную жизнь в трешке моих родителей. Я тогда еще училась и жила вместе с ними. Одна комната моя, вторая брата и третья родительская. Мы изначально так все поделили, и для меня это было само собой разумеющееся. После того, как невестка родила первого племянника, мне стало некомфортно жить с ними. У брата не такая уж и большая зарплата, чтобы тянуть на себе семью. Невестка в декрете, грудной ребенок на руках. Конечно, в таком положении лучше остаться на время с мамой жить. На время не равно навсегда. У Миши и Алисы ветер в голове, и жить вместе с родителями для этой парочки – предел мечтаний. На тот момент я уже встречалась с нынешним мужем и думала над тем, чтобы начать совместную жизнь. У Димы тоже нет своего жилья, но к своей маме он меня не приглашал жить. За что я ему очень благодарна, ведь взрослые дети, создавшие свои семьи, должны жить отдельно от родителей. С тех пор прошло уже немало времени. Брат с невесткой ждут уже третьего ребенка, но по-прежнему живут у моих родителей. Мама поделилась со мной, что продукты чаще всего покупает она в дом и готовит тоже. Невестка к плите особо не подходит, а вот покушать любит. На работе у брата ничего особо не меняется, а Алиса не вылезает из декретов. Не знаю, чем они думали, когда заводили третьего. Наверное, в их голове все сложено так, что родственники должны помогать молодой семье, потому что они старательно плодятся. О будущем брат и его жена совсем не думают. А недавно невестка меня просто убила своим заявлением. Говорит, что их семья расширяется и им нужно больше пространства. Так что мне нужно собрать свои вещи и освободить комнату. Там теперь планируется детская. Простите, кем планируется и на каком основании? Третья комната по праву принадлежит мне. Если захочу, я туда могу и квартирантов пустить. Алиса даже не попросила у меня разрешение временно занять комнату, а именно потребовала. Меня сам поступок привел в такое возмущение, что я теперь из принципа не стану им помогать. Во-первых, из трех комнат мне досталась самая маленькая. В ней всего 13 квадратов, тогда как у брата все 20. Я младше него, поэтому особо и не возражала. Тем более, что у него семья там живет, а мне и этого хватит. За то время, что мы вместе с супругом, мы нажили большой холодильник, стиралку и дорогую шведскую стенку. На съемное жилье я это не тащу, вещи дожидаются покупки новой квартиры. Алиса, помимо той наглости, решила раздавать еще мне советы. Ей пришло в голову, что пока мы приобретем свою квартиру, наши габаритные вещи могут выйти из строя или просто устареть. Слава Богу, я догадалась в свое время врезать замок, чтобы посторонние не заходили в мою комнату. Вообще, в мои планы входило уступить позже комнату в родительском доме. Его жена еще не скоро выйдет из декрета, если вообще выйдет когда-либо. После беспардонного заявления Алисы я передумала. Думаю, пусть лучше выкручиваются сами. Может, хоть это замотивирует семью брата копить на свою квартиру. А если уступлю невестке, то она может еще пятерых родить, чтобы уж наверняка завладеть своей квартирой родителей и никогда не работать. На этом завершается наша жизненная история. Спасибо, что уделили ей время.